В музее Булгакова, возле памятника Булгакову, часть скульптурного ансамбля по мотиву романа «Мастер и Маргарита» — гипсовый макет. Очень интересная, между прочим, фигура. Невероятная. В 1909 год. В мае Михаил окончил гимназию. 17 июня 1909 года Михаил подает прошение ректору Киевского университета о зачислении студентам медицинского факультета. 21 августа просьба была удовлетворена. А 1910 по 1915 годы в декабре 1911 и летом 1912 совместные поездки с Татьяной Лапа к ее родителям в Саратов. 26 апреля 1913 года Михаил Афанасьевич Булгаков и Татьяна Николаевна Лапа обвенчались Киевско-Подольской церкви Никола Доброго. Лето 1914 года. Начало Первой мировой войны. Булгаков в Саратове помогает организовать приказенной палате лазарет для поступающих с фронта раненых, где работает и сам. Саратовка Любови Евгеньевны Белозерской Булгаковой. 1895 и 1987 год. Подарена музея художником Виктором Прокопьевым. 16 декабря 2005 года. В феврале 1924 года переезд из квартиры номер 50 в квартиру 34 дома 10 на Большой Садовой улице. Знакомство с причастенцами Н.Н., Ляминым, Топлиниевым и Шапошниковым. Декабрь. Выпуск журнала «Россия» номер 4 с первой частью романа «Белая гвардия». 1925 год. Февраль. Публикация повести «Роковые яйца». В шестом выпуске «Альманаха Недра». Третье. Факультетское обещание. Принимая глубокую признательность, даруем мы наукою права врача и постигли всю важность обязанностей, возглавляемых на меня сиё званием. Даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачить честь и сословие, в которое мы вошли. Обещаю во всякое время помогать лучшему моему разумению, прибывающему по моему пособнику страдающих. Свято хранить своевременные миг семейной таны и не употреблять зло во зло оказание эго моей доктрины. С 8 ноября премьера пьесы «Мёртвые души» в Амхате «Зима» 1932-33 годы работа над романом о Мольере. В 1933 год, 10 по 22 июля, поездка была с Бугаковой в Ленинград по поводу пьесы «Бех. Встреча с Анной Ахматовой» у художника Эль-Эжадлова. Продолжение работы над романом «Мастер и Маргарита». 9 декабря играет роль судьи на просмотре первых шести картин пьесы «Записки Петлинского клуба». Продолжение пьесы «Дон Кихот» в театре имени Пахтанова. Пьеса принята без всяких отговорок. 1939 год. С 26 марта по 14 апреля читает друзьям полный текст «Мастера и Маргариты». Июль. Завершается работа над пьесой «Батум». 14 августа отъезд МА и ЕС Бугаковой с постановочной бригадой МХАТа в Грузию для работы над пьесой «Батум». Возвращение тот же день в Москву после телеграммы об отмене поездки ухудшения состояния здоровья Бугакова. 1940 год. 13-го феррарая. Последний диктует поправки роману «Мастер и Маргариту». 4 марта. Бугакова ЕС делает запись в дневнике. «Утро. Проснулся. Потом заговорил. Я хотел служить народу. Я никому не делаю зла». Перед смертью Михаила Афнатьевич просил НС Попова отслужить по эхиду после кончины, что и было последовало, впоследствии тайно проделано. «Нет, это голова Берлиоза». «Кого?» «Берлиоза. Это трамвай». «Изобразила ужас. Очень настолько натурально, настолько естественно, что это прямо воспринимается как какой-то дар человеческий». Все началось в один прекрасный день, как говорилось прежде, когда она, войдя в свою уютную комнату, поняла, что очень устала. Итак, он. «Бугаковский дом. Михаил Бугаков. Скульптор Базюк. Аль Николай». «Бугаковский дом. Та Бугаковский дом. Михаила Аль Николай». Продолжение следует...